Тонкинская кошка – описание породы и особенностей. Тонкинская кошка – это животное с удивительными голубыми глазами и светлой шерстью. Эффектная внешность сочетается с покладистым характером. Такой питомец подойдет как одиноким людям, так и семейным. История происхождения Первое упоминание о тонкинской кошке появилось в 30-х г.г. прошлого века. Прародителем стала вонг-мал, которую привезли из Азии в США. Именно она использовалась для выведения бурмы. Первые заводчики добавили в элеменную программу сиамских кошек. В итоге удалось получить котят, которые не походили на своих родителей. Они отличались изящным телосложением, красивым окрасом и необычным цветом глаз. Наблюдательный человек заметит, что порода сочетает в себе черты бурмы и сиамской кошки. Целенаправленная работа по выведению тонкинской породы кошек началась только в 30-х г.г. Экс-эксв. Добиться успеха смогла Эм, Конрой. Первое признание было получено в 70-х г.г. Филинологическая ассоциация признала новую породу только в 1984 году. К сведению, точной версии почему кошек назвали тонкис нет. Считается, что они получили такое название в честь одного мюзикла. Он рассказывал о любви американского морского офицера и танкинской девушки. В истории показывалось, как любовь может одолеть предрассудки. Есть еще одна версия, которая связана с тем, что Конрой любила Вьетнам. Поэтому новая порода получила название танкинской местности. Описание породы тонкинская кошка. Тонкинский кот имеет ряд отличительных признаков. Его можно спутать с тайской породой, но у него не такой большой и широкий нос. Голова широкая и имеет форму клина, черты чуть сглажены. Шея короткая и мускулистая, глаза широко расставлены и округлены. Цвета от аквамаринового до зелена-голубого уши крупные закругленными. Концами кожа немного просвечивает. Котик отличается средним телосложением. Его нельзя назвать излишне мускулистым, но и толстым тоже. Хвост короткий и гармонично смотрится с телом. Шерсть должна быть короткой, блестящей и плотно прилегающей к телу. А краса тонкинская кошка встречается с окрасом минг, который еще называют норкой. В таком случае темные коричневые тона плавно переходят в светлые оттенки. У взрослых особей маска на морде соединяется дорожками с ушами. Обратите внимание, к старости окраска размывается и становится не такой яркой. Окрас шампани отличается основным цветом кремовым. Лапки, хвост и морда светло-коричневые. Голубая норка – тело светло-голубого цвета. При платиновом окрасе тело серебристо-серое, а лапки и мордочка темно-серые. Если решено выбрать тонкин из порода, кошек имеет строгий стандарт. Особие с желтыми глазами и косоглазием, заломами хвоста исключается из разведения. Особенности поведения Тонкинские котята отличаются энергичностью и покладистостью. От своих предков бурма и сиамской взяли лучшие черты. Они общительны как с людьми, так и с другими животными. Важно! Внимание хозяина привлекают негромким мяуканьем. Кошки такой породы отлично ладят с детьми. Питомцы не переносят ссоры и при напряжении атмосферы постараются спрятаться. Поэтому нужно сохранять дружелюбную обстановку. Интеллект, достоинства питомца тонкий и не состоит в том, что у них острый ум. Он легко осваивает разные интерактивные игрушки, обучается трюкам и его можно дрессировать. Питомец может приучить его гулять и тогда кошка будет сопровождать его при походе в разные места. Питомец легко поймет команды, поэтому его можно быстро отучить о плохих вещей. Например, тонкинец сразу поймет, что нельзя драть мебель. Уход Кошку не нужно часто купать, так как это смывает защитный слой с кожи. Достаточно раз в неделю вычесывать шерсть. Купать питомца можно только в случае серьезного загрязнения. Глаза и носик аккуратно протирают раз в неделю мокрой тряпочкой. Уши чистить не нужно, а если внутри заметны черные точки, то это причина для похода к ветеринару. Неплеменных животных обязательно кастрируют или стерилизуют питомца. Легко приучить к лотку. Он будет чистоплотным и примерным обитателем дома. Обязательно нужно купить когтеточку и другие игрушки. Это позволит разнообразить досуг кошки. Важно, нельзя выпускать тонкинеза на свободный выгул. Он может пострадать от собак, быть сбитым машиной или станет жертвой живодеров. Прогулку должен контролировать хозяин. Кормление тонкинская порода отличается непривередливостью. Питомца можно кормить как кошачьим кормом, так и натуралкой. Важно, чтобы любое питание было качественным и натуральным. Основная часть рациона – мясо и субпродукты по 10%, сырые овощи и кисломолочка нельзя давать, колбасу, жирные продукты, хлеб, шоколад и любую еду со стола. Все это приводит к ожирению, нарушению обмена веществ и сбоям в работе внутренних органов. Если владелец решил давать промышленная корма, то нужно выбирать марки уровня Super Premium или Holistic. Они отличаются сбалансированным составом, который обеспечивает животное всеми необходимыми веществами. Особенности здоровья Недостаток тонкинских кошек – это склонность к амеловой дозе печени. Также порода имеет слабость к проблемам с верхними дыхательными путями, несмотря на то, что они не передаются генетически. Обратите внимание, может возникать воспаление десен, поэтому необходимо раз в неделю чистить кошки зубы и осматривать ротовую полость. Покупка котенка У тонкинских кошек миролюбивый характер и это делает их очень популярными. Средняя стоимость котенка 35 тысяч. 45 тысяч. Руб. Звездочка за такую сумму человек получит здоровое породистое животное. Питомники Самый известный заводчик Н. Пескова Она владелица питомника Эдельвейс, который находится в Санкт-Петербурге. Ее кот Джулиус был привезен из США. Все котята отличаются высокими характеристиками, они здоровы и соответствуют стандарту породы. В Москве известны и питомники Корнелита и тонкий бест. Важно! Не стоит приобретать животных ни у заводчика, так как есть риск попасть на мошенника. Критерии выбора из помета Нужно выбрать активного, любознательного котенка. Если он не боится подойти к незнакомому человеку, интересуется всем новым и привлекает к себе внимание, это идеальный питомец. Кот будет чуть крупнее кошки. Многие заводчики предлагают пожизненные консультации. Они подскажут, как решить ту или иную проблему с поведением грамотных ветеринаров и других специалистов. Отзывы Об этой породе в интернете встречаются в основном положительные отзывы. Анна, 18 лет, г. Днепропетровск, тонкий не споразил меня своими удивительными глазами. Они сочетали в себе несколько оттенков голубого и зеленого цвета, становясь бирюзовыми или аквамариновыми. Поэтому я решила найти питомник и купить котенка. Питомец быстро освоился и изучил квартиру. Он очень ласковый и не любит одиночество. Такая кошка подойдет тем, кому нравится общение с животным. Ирина, 49 лет, город Пенза, долго не знала, какого котенка себе выбрать. Хотелось получить не только ласковое животное, но и красивое. На выставке увидела тонкинскую кошку, побеседовала с заводчиком, и это оказалось решающим фактором. Малыш оказался беспроблемным. Единственный недостаток – это чрезмерная настойчивость. Если кошка хочет залисть в шкаф, то она добьется своего. Яна, 37 лет, город Омск, тонкинского котенка посоветовала взять подруга. У нее уже есть такой питомец, который поражает интеллигентностью и веселостью. По ее совету выбрала питомник. Заводчик проконсультировал об особенностях породы. Малыш быстро освоился в доме и везде следовал за мной. Совершенно не агрессивный, ласковый и постоянно ищет моего внимания. Я довольна котенком. Тонкинская кошка отличается активностью и любвеобильностью. Поэтому не выносит одиночество и подойдет больше домоседам. Не стоит брать котенка лицам, которые редко бывают дома. Иначе животное одичает или заболеет. Звездочка цена указана на октябрь 2019 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова